МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. С 15 до 3-5 дней время ожидания плановой госпитализации в КБННР-50 сократилось более чем в три раза. Покоряя новые вершины, Лидия Савишина вернулась с образовательной сессии в Артеке. Смертельно опасное дело, как в Сарое борется с наркоторговлей. Далее расскажем по всем подробно. 12 ПСР-проектов реализуют в нашем городе в рамках большого пилотного проекта совершенствования качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий госкорпорации Росатом. Два из них нацелены на оптимизацию процесса плановой госпитализации и направление пациента в бюро медико-социальной экспертизы. В КБНР-50 ФМБА России сократили сроки ожидания плановой госпитализации и направления в бюро медико-социальной экспертизы. Долительные сроки ожидания плановой госпитализации по сообщению пресс-службы больницы были связаны с отсутствием врачей поликлиники актуальной информации о наличии свободных мест в стационаре. Мы вместе с коллегами из стационара провели кропотливую работу по анализу структуры госпитализированных пациентов по каждому отделению. Разработали и внедрили систему распределения свободных мест в стационаре для плановых и экстренных больных, что позволило выделить еженедельные квоты для пациентов поликлиники и размещать их в медицинской информационной системе, отметила заведующая поликлиника номер один Марина Румянцева. В медицинской информационной системе больницы разработали соответствующий ресурс. Все лечащие врачи поликлиники получили к нему доступ и теперь могут сами непосредственно во время приема записывать своих пациентов в стационар. В результате по ряду отделений сроки ожидания сократились с 15 до 3-5 дней. Таким образом пациенты выигрывают как в сокращении сроков ожидания, так и в возможности планируют свое время, поскольку теперь они знают точную дату госпитализации. Также в КБ номер 50 завершили ПСР-проект по оптимизации направления пациента в Бюро медико-социальной экспертизы. Ранее большую часть времени занимал процесс необходимых обследований и консультаций специалистов, на которые пациент записывался самостоятельно через регистратуру, колл-центр или портал пациента. Это было трудоемко и затратно по времени. Теперь предварительное обследование по рекомендации лечащего врача организует медсестра до врачебного кабинета. Имея специальную квоту записи, она может подобрать удобные для пациента дату и время посещения, совмещая их сразу по несколько за один день. Также в поликлинике создали электронную форму направления в Бюро медико-социальной экспертизы, которую частично может заполнять медсестра. В результате сроки обследования при направлении на медико-социальную экспертизу сократились с 30 до 15 дней, а число посещений пациентам в поликлинике с 5-10 до 2-3. Мы рады, что Саров выбрали одним из пяти городов, где реализуют совместный пилотный проект ФМБА России и Госкорпорации «Росатом». Уверены, что пациенты положительно оценят два уже завершенных ПСР-проекта. Над остальными мы продолжаем активно работать, подчеркнул главный врач КБ номер 50 Игорь Лошманов. Напомним, в рамках реализации ПСР-проектов при поддержке Госкорпорации «Росатом» продолжаются масштабные ремонтные работы входных зон в 1-й и 2-й поликлиниках. Благодаря этому разделят потоки пациентов. Получить необходимую информацию саровчане смогут в открытых регистраторах и на постах администраторов, дождаться приема и отдохнуть в комфортных зонах пребывания. А удобная навигация поможет быстро найти нужный кабинет. Уровень смертности онкобольных снизился за три года на 4,5%. Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства рассказал об итогах реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, стартовавшего в 2019 году по поручению президента. По словам главы Минздрава, это очень хороший результат для подобных заболеваний. Также министр отметил возросшую эффективность терапии рака. Еще одна цифра такая, говорящая очень о многом, об эффективности терапии. Это 8,6% снижения одногодичной летальности у пациентов со злокачественными новообразованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями. Помимо этого, у многих пациентов онкологию выявили на ранних стадиях. Первый и второй, что позволило снизить число летальных случаев. С 1 сентября в Школах России появится еженедельная церемония подъема и спуска государственного флага. Проводить церемонию будут в понедельник, каждой учебной неделе перед первым уроком. Выносить, поднимать и спускать флаг предстоит знаменной группе, в которую войдут ученики с разными достижениями. Также в Минпросвещение порекомендовали во время церемонии исполнять краткую версию гимна России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Перечень социальных выплат, которые будут перечислять на карту МИР, расширили. В него вошли ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи. Также компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг, педагогов сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД, иных категорий граждан. Также через МИР можно будет получить ежегодную выплату гражданам награжденным знаком «Почетный донор». Родители детей-инвалидов смогут взять дополнительный отпуск. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Предусматривается, что родители ребенка-инвалида смогут использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в течение года. Такое право будет предоставляться однократно. Калькулятор мер поддержки запустили в регионе. Единый онлайн-сервис содержит полную информацию об адресных мерах поддержки бизнеса. Есть возможность получить личную консультацию. Данные сервиса постоянно обновляются и дополняются. Платформа будет особенно полезна для инвесторов. Сервис помогает определить стратегию и грамотнее оценить возможности вложений. Информацию можно отфильтровать по видам экономической деятельности, типу поддержки и основным показателям проекта. Объему инвестиций, срокам реализации территории и количеству рабочих мест. За полгода в Сарове завели 10 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские изъяли 458 граммов веществ, в основном растительного происхождения. Более 50 человек привлекли к административной ответственности. В июле на одной из проходных в НИЭФ поймали сотрудника, который пытался принести на работу вещество зеленого цвета. Как выяснилось, это был наркотик растительного происхождения. Задержанного привлекут к административной ответственности для возбуждения уголовной недостаточно веса изъятого вещества. Мужчина пояснил, что вырастил наркотик сам для личного употребления. Всего в этом году полиция завела 10 уголовных дел. Более 50 человек привлекло к административной ответственности за употребление наркотиков и 5 за распространение. Сейчас в основном сбыт наркотических средств происходит бесконтактным способом. То есть контактный способ, он остался, как бы ушел. Сейчас в основном приобретается все бесконтактно через сеть интернет. Это с помощью так называемых закладок, как мы называем. Лица заказывают в интернете наркотические вещества, им скидывают координаты, они его находят и как бы забирают. Обычные закладки прячут в парках или в лесу. Полицейские призывают горожан не закрывать глаза, а сообщать о подобных случаях. Наркомания – это общая беда, и бороться с ней надо сообща. Если вы увидели закладчика за работой, наберите 102 или 112 и сообщите об этом дежурному. В сообщении необходимо максимально подробно описать подозреваемых, записать номер автомобиля и запомнить направление, в котором скрылся преступник. Также сообщать нужно и о тех, кто ищет закладки, о потребителях. Обычные потребители, они – это те люди, которые и смогут совершать имущественные поступления. Чем мы больше будем выявлять и привлекать их к ответственности, тем у нас неизится вообще в городе преступность. Как показывает практика, что у нас большая часть преступлений совершают для наркозависимых лиц. В сферу оборота наркотиков вовлечены и несовершеннолетние. В 2022 году к административной ответственности привлекли двоих. В этом направлении МВД ведет большую профилактическую работу, проводит беседы в школах с молодыми людьми призывного возраста, студентами. По данным ФСНК, в России насчитывается около 6 миллионов наркоманов, большинство из которых – молодежь от 16 до 30 лет. Мы выявляем и изобличаем лиц, это больше с органическими наркотиками, которые можно как бы и в нашей местности вырастить, и в домашних условиях. Вот если взять статистику, то за 6 месяцев этого года сотрудниками управления изъято из незаконного оборота 458,893 грамма наркотического вещества. Большая часть из них это относится к анабиони, это марихуана, маковая соломка. Кроме того, среди изъятых были и более сильные синтетические наркотики. За последние годы объем изъятых из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны. В 2020 году он составил 35 600 килограммов. Для сравнения это составляет примерно 20% от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ. В Сарове ситуация более благополучная, чем в целом по стране. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Уголовную ответственность за систематическую езду без прав ввели в России. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Если же автомобилист без водительских прав повторно сел за руль, имея при этом судимость, за нарушение ПДД его могут оштрафовать на 150-300 тысяч. Максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Жара вновь вернулась в наш регион. На этой неделе столбики термометров доходят до 30 градусов. В такую погоду сильно повышается риск возникновения лесных пожаров. В начале июля возник пожар в одном из кварталов Мордовского заповедника. Огорел низовой слой листья и ветки. Пожар площадью полтора гектара. Сотрудники заповедника с привлечением сил МЧС смогли локализовать в кратчайшие сроки. С начала пожароопасного сезона в регионе потушили 42 лесных пожара, большинство из которых произошло по вине человека. Все возгорания ликвидировали в течение первых суток. Сохранность лесов во многом зависит от сознательного поведения граждан. Да, конечно, люди должны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Это не разведение костров. Обстановка с лесными пожарами в регионе сейчас на особом контроле. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга лесохранитель. Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов. Для удобства граждан на сайте Минсельхоза ежедневно обновляют карту пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено. Нарушение правил пожарной безопасности карается законом. Лицам, нарушившим данные законодательства, будет применяться либо административная ответственность, либо уголовная. Если случится пожар в лесу, то вплоть до уголовной ответственности люди могут грозить. При обнаружении возгораний необходимо сообщить напрямую линию лесной охраны 8 800 100 94 00 и в региональную диспетчерскую службу 8 800 31 430 01 23. Муниципальный координатор федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» Лидия Савишина вернулась с образовательной сессии в Артеке. В июле там проходило обучение по программе «Деятельность советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». Подробности далее. Попасть в Международный детский центр Артек можно не только ребенком, но и будущим взрослым. Такой возможностью могут воспользоваться советники по воспитанию. Все педагоги проходят обучение в одном из лучших лагерей страны. «Мы ездили туда на повышение квалификации, деятельность советника по воспитанию и взаимодействие с детскими общественными объединениями. Так называлась наша программа. У нас были разные практикоориентированные занятия. Это и менеджмент в образовании, и конфликтология, и взаимодействие с родителями, с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию». Вместе с директором Артека и министром просвещения Российской Федерации Лидия отправилась покорять вершину лагеря – гору высотой 577 метров. Педагог прошла специальный отбор среди других советников по воспитанию, а также поучаствовала в физической подготовке. Важно, что в Артеке прошло учредительное собрание Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Закон о создании такого движения 14 июля подписал президент России Владимир Путин. Так планируется создание единой организации, куда будут ходить все существующие. Лидия Савишна, находясь в Артеке, задала вопрос о будущем пионерского движения Сарова. «Я рассказывала о том, что у нас в Сарове сохранилось пионерское движение, и что у нас также проходят и посвящения в пионеры, и рассветы. Все были настолько удивлены о том, что у нас такие традиции. И сказали, что пионерия ни в коем случае не потеряется в этом большом движении, и также будет в нее входить». Лидия, являясь председателем Союза детских организаций «Сияющие звезды», координирует деятельность пионерских дружин города. Придумывает новые акции, проводить мероприятия девушку и мотивирует школьники. «На самом деле, сейчас очень динамичный мир и много возможностей. Как и для педагогов, так и для детей. И когда я работаю с активистами и вижу, как они стремятся достигать, стремятся узнавать, я понимаю, что я не хочу от них отставать, я хочу двигаться с ними в ногу». Детско-общественное движение – это творческие активности, развитие лидерских навыков, погружение в современные технические и гуманитарные профессии. Каждый ребенок может попробовать себя в разных направлениях, получить знания, которые ему пригодятся в школьные и студенческие годы. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей САРУ-24. САРУ-24. Юные воспитанники ДДТ в упорной и бескомпромиссной борьбе свели свои партии с гроссами в ничью. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова